вот это мы классическое мы еще появилась эта фотография когда интернета не было моя груша начала погибать ветка постепенно вот она еще жива она плодоносила вот я уже просто показывал как еще еще в статьях по эту фотографию показывал наконец-то сохла ветка я ее отрезал ну тогда был дурачком на 2 длине оставить то есть надо было ставить эту сучок ну что было то было для чего появились вот эти побеги и тут быть не должно вот все о чем мы говорили стоит ли теперь мне опять говорить это будущее крона более компактно но будущее и вы представляете и вот пусть и только эту тут ну как сказать ну допустим и ясно что в них допустим мой брат притвориться валенком такой же инженер умнейший за этой получил что заказывается теперь языку не кончал какой-то инженер тоже как я получил свое вот злобные злобные руки а он бы взял если заглядывать сюда они не попадутся но допустим он берет и там где миллион сто подписчиков 100 тысяч подписчиков размещает фотографии горит уважаемые там специалисты зовут меня владимир фамилию не надо иначе сорвется акция скажите пожалуйста вот у меня вот так вот появились вот эти веточки да что мне с ними делать вот вот тут-то вся забота обрушится от этих ольхи прочих вся забота без к они будут обязательно будет приказных уничтожить все эти побеги все вот этот вот этот вот это а потом еще опрыскать а тут еще все перекопать это ужас это же дерн вы что перекопать все уничтожить вот это их уровень вот принять не сообразил юра я мог бы попасть без этой фотографии мне сотни заготовлены тысячи вот надо было ну что мне не хватило ума теперь она засветилась эта фотография а потом с умным видом возьмутся как если тайком смотрят меня кемерезаются с умным видом скажут куда это будущее компактная крона да это будущее крона вот эти ветки постепенно до конца погибнут и мы окажемся в дураках что они умнее нас хотя уверен что на данный момент никто из них бы не сказал так без дополнительной учебы от наш вот это вот опять цветение это молодой молодой абрикос видео он плодоносит до конца веток вот одна вещь все-таки высохла вот уже начало вот видите потом это моя классить опять у меня погиб академик вот он смотрите отрезана вот видите спирена напрочь казалось бы смерть но я пропагандирую низко вы же по привык к говорим я пропагандирую самые низкие при как его и у меня случилось чудо если вот эти вот они появились и считаете их законными или нет я считаю спящий почек я считаю вот почему сейчас поймете там у меня фотографии чудо а вот эти не самая нижняя на уровне земли а вдруг они от по двое и мне было интересно страшно я же наблюдательный вот я посмотрел какие заплодности и какие плоды внимание и так академик возродился как еще раз я не шучу вот это вот ловите на слове или как войны туда нажимаю господи все 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 вот вот это вот там за ним вот тот самый срез и вот это дерево заплодоносило и тогда я растерялся или вот эти вот вот эти верхние все таки этот приводят а эти-то неужели подводит тоже дал крупные побеги это будет еще одна наша тема крупные побеги вот и приезжает ко мне дускабилу я говорю турсон но не верит на никто меня даже проходим сам считает я уверен что на прошлом занятии ребрик был александр сеть помните как меня назвали ваши не коллеги нет в это журналист хоть и великий журналист но журналист они ученые кем железо обозвали проходимцев это ваши слова примерно так было ну я могу чуть-чуть но если другое слово то ничуть не лучше и вот ко мне приезжают дускабила 13 год настоящий полковник я между садовой то есть его уровень это как полковник в армии кандидат наук заведующий лаборатории в институте аграрных проблем город абакат тринадцатый год вот она и я могу турсон вот это вот выше прививки а это как на уровне земле не мог при значит где-то вот тут вот это же чудо какое-то она с помощью спящих почек полностью возродилась заплодоносила видите вот она вот он турсон я сказал турсон меня и все это обижает называют проходимцев обижает меня знаете что он сказал а вы таким давайте мой телефон вот вот настоящий ученый теперь железо переход кустовидную форму 2 молодой штампа уделяем давайте исходим из вашего вопроса арсен я забываю овощество постоянно я я я своих то не помню никого числа поэтому не обижайтесь вот ну наверняка у меня моложе и так арсен вот это дерево она маленько собралось помирать маленько смотрите страшная рано вот она видели все оголено а на этой ветке оголено почему на этой ветке срезано это были не мертвые что там сухие отрезал нет я железом искалечил дерево напрочь так искалечил что сюда пошел мороз таких веток если вы поглядитесь вот раз два три 4 5 6 7 там же еще больше вот эти отрезаны все дерево изувечина но рано кольцо не делал заметили и как возрождается дерево правильно принимает кустовидную форму не дали ему расти вверх она погибать не собирается у него здесь резерв главного команды вот это не волчки видите цветочек вот он вот он цветочек это не волчки это спящие почки и так мы делим даже по это даже можно сказать почти по той схеме но все-таки мы больше знаем мы глубже знаем чем автор той схемы у него адвентивное общее слово это те которые он назвал случайно а у нас не случайны у нас из клеток вот как вот тут не хватает это не найти мне сейчас никак кто-то из вас вот мы целую серию мы видели как на цветочек появился мы видели как через цветок проклюнулась ветка и вот такая была через цветы через ну как она сейчас нужна вот это она есть адвентивная вот она но надо брать шире автор вот этой схемы он молодец он умница но просто мы немножко дальше знаем почему потому что у нас нет черных глазах кому приказано вот так вот писать допустим адвентивные почки разбираем адвентивные почки а самого главного нет не почки а вот или за через запятую или вот тут вот почки или клетки ведь существует микроклонирование она уже наука использует и до сих пор не знает даже его причину это микроклонирование вот не знает всех этих тонкостей ладно проехали вот вот это вот одно из последних фотографий почти предсмертных моего академика это мы первое дерево когда его привил плоды были в два раза крупнее они были настолько хорошие и настолько крупные начали вся деревня по железовой персики и даже с улицы было видно потом город узнал потом я снес это самое старое я с него взял за 30 лет плодоношение несколько не сотен может 500 может 1500 черенков я резал 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 вот но я не ради этого говорю а вот и даже последний год она давала просто я еще там на память и у меня теперь участок номер три вот там дороги прикуплены не пожалел миллион хотя все говорили за десяти соток только ради этого у меня сейчас там молодые королевские растут его прямые потомки а вот и моя неудача смотрите это арсен и другие любознательные мои друзья и есть чистый стопроцентный волчок вы думаете волчки не плодоносят как было приказано их уничтожать потому что они жирующие еще раз говорю люди не видели вообще ничего в 19 веке кто-то написал жирущие и пошло и в году публикации им надо фильмы им надо лайки и они пишут и пишут я просто поражаюсь вот это старая ветка 2 ветка я специально как я сделал смотрите вот левая ветка самая огромная вторая была вот так вот это дерево у меня есть фотографии но я же не могу если все подробно буду всю историю рассказывать мы не никогда не хочет она лежала еще годом раньше она лежала на крыше сарая сарай был и у меня есть фотографии из рифленки и как это самое и шифера хозяйка старая бабушка убираете убирайте она целиком вот так распластается большой сарай полностью огромная ветка и плодов не видно немерено и вот это отрезки отрежьте убирайте ветку отрезайте мне сарай гниет хотя по моему шифер и шифер и вот я отрезал когда я отрезал это история этого дерева на таких историй сотни тысяч появилась вот этот побег он появился из почки хотя бы прекрасно плодоносит внимание сейчас вы увидите на это один из самых важных моментов дерево из почки вы знаете что здесь плохо крепление не то еще один недостаток вы можете сказать так а могу ли я привить вот здесь помните арсен задача это чистый стопроцентный волчок ответил теперь можем ли привить ветка как ветка сало как сало конечно можно но именно у волчков очень слабое крепление потому что она не держится за дерево потому что это не почка поняли вы скажете ну преувеличивание это же самая ветка через пару лет видели и так вторая ветка вот это было перенос чтобы на крышу больше не лезло выбросила волчок волчок заплодоносил и я говорил я потерял маточный серафим где теперь маточный серафим вспоминайте фильмы половина из вас точно видел поселке сезая и санна помните там три раза крупнее плоды я потом еще покажу об а он на самом деле очень супер серафим оказался благодаря видимо соседям и влияние их половых связей причем не прямых то есть наоборот прямых вот он такой был это первый серафим только еще годом раньше двумя-тремя он был ярко-красный и только последние годы когда эта ветка теперь видите вот эта ветка пустышка она сухая все дальше отрезана чуть выше так вот она еще раз вот она вот она то это низ а там она огромная даже забирать забралась на сарай она была отрезана дала побег побег плохо крепится уже это говорит о том что это волчок настоящий и наконец она рухнула вот она то есть теперь я скажу да вы можете используя как подвое я честно ответил наш вопрос но при этом через несколько лет не дай бог заплодоносит и она рухнет вот доказательства и так одним из назовем это одной из характеристик волчка и одна из причин их нераспространения является слабое крепление так стараюсь ответить вот яркий пример еще один да волчок да волчок а эти девочки бы обязательно с теми отрезали бою именно его оставили бы у мира дерево а у меня же видели это можно стол кто кто-то узнает вот это все что это атрибуты моего сада вот так вот здесь три погиб до конца погиб волчок превратился в новую крону слова волчок вызывает злобу еще вот они волчки их появление обязан то что вот эта часть полу замерзла страшная рана на торце так и она выбросила ветки видите тут нет цветочек почек она выбросила ветки волчковая теперь уже можно проще последний резерв пишу я ветки не из почек а из клеток теперь я надеюсь хотя бы вы это будете знать вот еще ярче пример почему отрезана была еще более старая ветка и тут же надо новую крону но полноценных извините веток с этих волчков из старой кроны но если одна вот это еще потянуло бы тоже хороший пример а вот еще лучше пример вот это моя абрикос жили себе поживали так и вдруг выбросил вот эту мощную ветку это не волчок но теперь-то вы уже скажете да конечно консенс какой-то волчок вот это спящая почка простолость когда дерево стало там вверху худо сразу полноценное сразу полносящая вот тут отрезайте прививайте или эти ветки берите на прививку все будет хорошо вот от фотографии раза два показывал внимание законной почки допустим этой ветки горизонтальной 3 года вот законная ветка почка простолость пошла тем более когда его тут я отрезал вот это как ни странно она даже не замерзла крепкая почему еще раз это третье я уже два называл это все надо как-то текст переводить в книге два назвал третье понятие волчковая вот эти вот они раз два три 4 5 волчковые ветки по морозостойкости они уступают вот этим веткам вот этим которая законная которая если это три года вот это прошло два года и дальше развилка один год это все законно волчковая из почек не обладает такой морозостойкости экстремальная зима они погибли раньше чем вот это это третье характеристика вот пожалуйста собирается дерево погибать моментально выбросила волчки видели